Доброго времени суток, дамы и господа! Используя полученный опыт в течение обновления 10.07, которое хоть и стартануло недавно, продолжаю свой монолог касательно камушков, которые мы вставляем для никсового колечка. Само собой, стоит знать, какие камни нам нужно вставлять и какая сборка является бисовой. Об этом было видео вчера. А сегодня поговорим о том, как покупать новые камушки, где их искать, для чего нужна вообще валюта, изначальный дремлющий фрагмент, и как ее получить, и вообще можно ли уничтожить лишние камушки. Поехали! Начнем, пожалуй, с самого последнего заданного вопроса. Можно ли уничтожить лишние камушки, как их уничтожить? Такая опция, конечно же, имеется с целью того, чтобы сумку не засорять. Мы просто подходим к наковальне, выполнив перед этим квесты, и у нас появляется экстра баттон. Разбить изначальный камень. Выбираем кое-либо камушек, который нам не нужен, и раскалываем его. Таким образом мы получаем 6 дремлющего изначального фрагмента. 6 штучек — это вполне неплохо. То есть таким образом копим, 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 и реализовываем. Реализовываем для покупки колечка, как вариант, на второй, на третий, на четвертый спек. Также мы можем за 10 фрагментов ральнуть какой-либо камушек. Например, под концентрированную магию огня подходят 4 камушка. Если нам нужен конкретно огненный, то мы закупаем и пытаемся ральнуть. Прокнул не тот — уничтожаем. Таким образом мы теряем 4 фрагмента на одну такую операцию. Ну, неприятно, но, как говорится, что поделать. Далее. Где можно вообще просто сами эти камушки добыть, как вариант? Мы можем их добыть в какой-либо изначальной буре, которая периодически появляется в запретном крае. Также в хранилище мы лутаем сундучки, и нам падают как фрагменты, пыль вот эта, так и сами сокеты, сами эти гемы, сами кристаллики. На клипе все прекрасно видно. Иду, лутаю, по кайфу, вообще замечательно. Далее, конечно же, 411-й итем-левел камушка — это не его максимальный итем-левел. Следующий ранг — это 418-й итем-левел, а еще на ранг выше — это 424-й итем-левел. Таким образом, если мы вставим все три камушка 424-го итем-левела, мы получим 424-е кольцо. То есть, для того, чтобы получить 424-е кольцо, нам нужно улучшить три камушка по два раза. Нам потребуется 6 предметов, которые создаются ювелирами с целью апгрейда наших гемов. Теперь, как вообще апать эти гемы? Эти гемы апаются с помощью уникального рецепта, который ювелиры добывают с рарника. Перейду на воина своего, который находится на гордуне, которым я могу крафтить этот нестабильный элемент, и все покажу. Зашел на воина, открываю ювелирное дело, и вот он рецепт — нестабильный элементий. С целью того, чтобы скрафтить один нестабильный элементий, нам потребуется 10 дремлющего изначального фрагмента. Таким образом, с целью того, чтобы получить 424-е колечко, то есть с целью того, чтобы проапгрейдить 3 наших камушка, нам потребуется всего лишь 60 дремлющего изначального фрагмента и 150 мелкой самоцветной пыли. Но имеется шанс сэкономить. В чем суть? Нестабильный элементий имеет параметр перепроизводства. Таким образом, если вы найдете ювелира с хорошим процентом, максималка, по-моему, 15, у меня 13, потому что зажимы не пятого ранга, то вы сэкономите дремлющий изначальный фрагмент и получите с одного крафта не один элементий, а, например, два или три. Я делал одному человеку 10 крафтов, и в итоге получилось 18 нестабильных элементий. Я не знаю, куда он их будет девать, но я думаю, он найдет этому применение. Как говорится, пожелаем ему удачи. Вам же тоже всех благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Если имеются вопросы, задавайте их в комментариях. До скорого!